Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Несколько дней назад прошли два турнира, посвященные памяти тренера и чемпиона СССР по русским шашкам 1985 года Сергея Анатольевича Овечкина. Ну и в турнире по русским шашкам победил международный игросмейстер Евгений Кондраченко. Второе место занял мастер Иван Смурков. Здорово, Иван. Всем привет. И третье место занял мастер Арсений Сынов. Поздравляю победителей и хочу несколько слов сказать об организаторах турнира. То есть два турнира на сайте PlayOak по стоклеточным шашкам и на сайте Gambler по русским шашкам. Организовали международный игросмейстер Роман Щукин и мастер спорта Анастасия Архангельская. Так что, друзья, приглашаю в их группу ВКонтакте. Называется Академия интеллектуальных игр. Ссылочку оставлю в описании этого ролика и закреплю в комментариях. И, кроме того, друзья, хочу сделать небольшую рекламку. То есть вы можете потренироваться, можете записать на тренировку своих детей. И тренировать будут два международных игросмейстера. Роман Щукин и Иван Трофимов. А также мастер спорта Анастасия Архангельская. Так что, если хотите улучшить свое мастерство в шашках и в русских, и в стоклеточных, милости просим. Так, ну передаю слово Ивану. Иван, покажи красивые партии из турнира. Спасибо за поздравление. Первую партию хочу показать. Ну, точнее, не партию, а микроматч. Вот как раз в последнем туре я играл с международным игросмейстером, вот с Евгением Кондраченко. Вот партию, ну микроматч, к сожалению, в итоге проиграл. Это стоило мне первое место. Вот сейчас посмотрим интересные варианты. Выпал такой дебют. ЖФ4, ФЕ5, АЖ3, ЕД4 и обязательный бой на С5. Вот, немножко не повезло мне с дебютом. Евгений тут, конечно, многое знал. Значит, размен такой, да, Ж5. Первую партию я играл белыми, сыграл БЦ3. И получилась следующая позиция, ЖФ6. Дебют игра Каулина, да. Да, игра Каулина, один из вариантов с двойным перебоем, получается, да. ЖФ6, СД4, АБ6, АБ2 я пошел, БА5. И здесь можно было пойти БЦ3, но я решил как-то, ну, что называется, подкрутить, сыграл ДЦ5. Да, хочу обратить ваше внимание, друзья, что ДЕ3, напрашивающийся ход, нельзя из-за простой комбинации. Отдаем АБ4, ФЖ7. Ну, черные ловят дамку белых и тут же ловят и выигрывают, да. Между делом так. Да, такая ловушечка. Ага. Вот, и я здесь сыграл ДЦ5. Пытался как-то на игру. Евгений БА7, АБЦ3, СБ6. Пошел я СД4. Здесь можно было СБ2 разменяться, ну, с такой примерно равной позиции, да. Но я как-то хотел максимально обострить тоже. Евгений заразил. Так, Ваня, я все-таки покажу прикольный вариант. Здесь даже ход СД6 был возможен. И затем надо именно отдать шашку А6 и разменяться. И несмотря на отсутствие шашки, позиция примерно равная. То есть у белых, видите, рожен на поле Д6. Поэтому примерно равная позиция. А вот сразу же возвращать шашку нельзя. Потому что черные нападают. И видите, есть два варианта. Ну, АЖ7 быстро проигрывает присоска. Бьем именно на С5 и затем проводим удар по затылку. И черные остаются с лишней шашкой и должны победить. Если же это белые видят, еще как-то пытаются сопротивляться. Допустим, СД2 побили. ДЦ3. Здесь очень красивый выигрыш. Б5. ФЕ3. И вот можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Такой этюдный выигрыш. Очень красивый. Да, несмотря на лишнюю шашку, у черных, видите, две отсталые шашки. А7 и АЖ8. Поэтому непонятно, как тут выигрывать. Но выигрыш есть. Очень красивый, друзья. Надо сыграть АЖ7. Единственный ход на выигрыш. Теперь белые играют ЕФ2. Не дают высунуться ФЕ5. Но черные не хотят этого делать. Они жертвуют обратно шашку. И играют ЖФ6. И видите, за счет разведчика на поле АЖ2, черные здесь побеждают. То есть на ход СД4. Видите, в чем суть? ФЖ3 постоянно нельзя из-за простого ФЖ5 удара. Вот за счет этой идеи, черные здесь и побеждают. То есть остается играть только СД4. Ну и здесь есть несколько выигрышей. Самый красивый здесь такой. ФЕ7. Бой-бой. И на ФЖ3 жертвуем шашку. ФЖ5. И бьем сразу же 2. АЖ7. Возвращаем шашку. И красиво играем АБ4. Прикольная позиция. То есть на ход ЕФ6 мы ставим дамку. И угроза СД4 неодразима. Черные легко побеждают. А если белые размениваются, тогда ставим дамку на С1. Ну и здесь уже сами найдите выигрыш. Здесь ничего сложного. Так, Иван. Да, неплохо, неплохо. Значит, СБ6. В партии я СД6 как-то не пошел. Сделал СД4. Идея в том, что на АБ4 будет комбинация. Давай покажем. СБ2, да, можно показать. СБ2. ФЖ3. Я, кстати, ее на стриме видел. Я ее рассказывал, да. Я ее видел, но я не знал особо к чему она приводит, конечно. Ну, к ничей, наверное. Ну, я думаю, равная тут позиция. Опять на 5, да. Да, скорее всего, равная. Я, конечно, надеялся как-то прорваться там, но сейчас смотрю, ничего нет. Евгений это понял, поэтому пытается выиграть еще, да. Да, ДС7. Оба хотим выиграть. Да, ДЕ5. Значит, ФД4 сбили назад. И здесь последовала такая первая неточность со стороны черных. Это СД6 ход. Там вроде точнее, это БЦ5 было пойти, что ли. Я меняю с собой 4 правильно. И вот здесь ход БЦ5, который сделал Евгений, оказывается, ведет к поражению. Мне хотелось бы опять вот тут сыграть на стриме. Да, вот бы опять еще, возможно, оставлял. Да, шанс нормально там было. Вот, а в партии было БЦ5. Я отошел бы опять. АЖ7. Ну, и если бы я в 2 плюс 2 нашел то, что... Ну, как тут выигрывать, меня бы, скорее всего, забанили. Да, 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 скалит. Я сыграл СД2 здесь. И, ну, в дальнейшем партия закончилась ничью. Вот, а здесь вместо СД2... Подожди, друзья, можете поставить видео на паузу и попытаться найти нереально сложный и красивый выигрыш за белый. Как бы сказал Евгений, даже не пытайтесь. Позиция для начинающих гроссмейстеров, что называется. Ну, хотя нет, может быть, для кого-то и легко, просто я такой идеей, как ты раньше. Нет, это очень сложная позиция. Такие сходки посчитать тяжеловато было. Да, и тем более в цветноте ЕФ4. Ну, что, да, ЕФ4 ведет к победе. Значит, первый вариант. Если выходить СД4 здесь сразу, тогда здесь выигрывает СБ2. Ну, пока логично, да? Ну, ЖФ6 нельзя из-за простого удара. Все видят, да, там отдали ФЕ5, ФЕ3 и выиграли. Значит, надо... Ну, да, вот такой удар. Значит, надо вместо этого играть, ну, допустим, ЕФ6, да? Тогда здесь выигрывает БА3. Тоже неожиданный ход. Черные вроде как ДЦ3 играют. Нападать-то АБ4 нельзя, потому что ФЕ5. Но белые здесь играют ФЕ3. Тоже неожиданный ход. Три подряд. На каждый ход тогда можно. Вот, и ДЦ5, ну, и ЖФ4, и постепенно за счет слабости поля ЖФ7-Ф8. Ну, и да, постоянно угроза ФЖ5 стоит. Да, такое. То есть, ну, прорываться не получается. Мы, кстати, еще такой вариант нашли. На СБ4 и СБ2 просто напали. И не боимся идти дальше. Да, и... Ой, шашки у меня быстро тут иногда ходят. И на постановку дамки бьем, да блин, на АШ8. И видите, нельзя ловить дамку белых, потому что белые бьют на С3, допустим, или Б2. Под бой. И дамка черных ловится, да. Да, все так. Тут еще, значит, был вариант, по-моему, ФЖ5, нет? А, нет, это другая позиция. Ну, был еще вариант, там, ну да, там совсем просто остальные. Так, рассмотрели СД4. СД4 посмотрели, да. Но, вроде как, черный логично ходит в ЖФ6. Да, непонятно. У нас выигрыша пока не видно на горизонте, да? Играем ФЖ3. Ну, вообще, смотрится позиция даже скорее за черных такая. Да. На ФЖ3 вот мы используем связку. Вот эта шашка А2 нам пригодится. Например, на ФЖ5 мы меняемся ФЕ5. Надо бить ДФ4. Мы бьем на Е5. Ну, если же А4, то просто Е2 издались. Вот. А на размен ЖФ4 пошли в дамки. АБ6. Ну, и тоже. Выиграно. Да. Поэтому, ФЕ5. Поэтому, ФЕ5, да. И вот здесь еще просто взять и разменяться назад. Надо же А4. Конечно. Веселый такой выигрыш. Ну, и, например, как тут можно дальше? Мы смотрели Е6, да? Е6. Тогда выигрывает ФЕ3. Единственный ход, кстати, хочу сказать, на выигрыш. И два варианта. ФЕ5 и ДЕ5. Да, на ФЕ5. Что там выигрывает? СБ2, да? СБ2. СБ2 единственный ход, да. Вот. То есть, размен АБ6 здесь ничего не дает. Ничего не дает. Почему? Мы играем БЦ3, БЦ7 и Е2. Вот если бы был бы ход... Ну, еще раз там. Вот если бы шашка С7 была на Д6, черные даже выигрывали бы. После жертвы СБ4 и ДЦ5. Вот такая старинная идея. А здесь ход черных и шашка на С7. И просто некуда ходить. Остается только сдаться, да. Да-да. Так. Вот, а если... Так, рассмотрели ФЕ5, а если ДЕ5? А если сыграет ДЕ5, тогда здесь, получается, выигрывает... СБ... А, Е2. Е2, да. Е2 здесь уже... И на ФЕ7, то снова неожиданный ход. Да, можно опять попытаться там видео на паузу поставить. Но не надо, да? Да-да. Вообще непонятно, за счет чего у белых выиграно. Сложная позиция, да. Вот, то есть грозит за черных ЕД6 и ФЖ5, то есть даже с выигрышем. Поэтому здесь нужно реагировать сразу. АБ6 играем. СБ2. А, СБ2, подожди, СБ2. Да. СБ2 тут выигрывает. И на ЕД6... Так, подожди, или не СБ2? АБ6 выигрывает. А, я забыл удалить, да. АБ6. АБ6 тут именно. Ну и тут, да, просто стоим, ждем. Тут никаких прорывов нет. Циничный выигрыш такой. Да. Без красот. То есть приходится отдавать, еще отдавать. Ну и тут легко выигрывать. Это уже неинтересно. Вроде все показали. Так, тут, да, в первой партии вроде все показали, да. Давай вторую. Вроде это было ключевое слово. Так, значит, вторая партия, тот же самый дебют, ЖФ4 и ФЖ5. Кстати, хочу обратить внимание, друзья, если бы Иван побеждал в первой партии, он уже автоматически был бы победителем турнира. А не травил душу. Но такое найти, я понимаю, что за доской в цыкнуть это нереально. Это просто нереально. Если вторую не проиграл, тоже был бы первый человек. А, ну во второй партии ЖФ4, ФЕ5, АЖ3, ЕД4. Если случилось, то случилось. Бой на Ц5, обязательно. Обязательно, да. Это вот такой дебют был, жеребьерка, да. Ну и затем надо отыгрывать шашку АЖ5. И смотрим вторую партию. Да, значит, во второй партии было БЦ3. Ну, допустим, БЦ3, ЖФ6, ДЕ3, АБ6, АБ4. То есть Иван сыграл бы здесь, допустим, ЦД4 в первой партии. Могло вот свестись, помнишь, к первой партии, если бы вместо ДЕ3, там АБ2, ЦД4. Ну да. А вот здесь уже основные варианты как раз игры Каулина пошли. Которых я, естественно, не знал. Я тоже, да. АБ4, БА5. Пока играю правильно, как оказалось. ЕД4, ЦД6. Да, хочу обратить ваше внимание, что ЕД6 здесь уже за черных проигрывает. Так играть плохо. Не просится тогда, ДЦ5. Ну тут много вариантов. Ладно, скажем просто, за черных ЕД6 играть нельзя, там плохо. ЦД6. Ну да, ЕД6, ДЦ5, да, и плохо. То есть, ЦД6, АБ2, я сыграл БА7. Можем было БЦ7 сыграть, понимаете, да, нормально. Вот, Евгений БА3. И я здесь сделал ошибку, ну получается дебютную ошибку. То есть, АБ6, Евгений, знал тут идею и пошел ЕД2. И белые очень красиво выигрывают, да. Да, ЕД2. То есть, я находился уже в цветноте, поэтому времени на раздумье не было. Я решил провести, будь что будет, но ничего не было хорошего. Белые вроде бы проигрывают шашку после комбинации, но неожиданно выясняется, что у них есть комбинация. Кондор Удар. Евгений Хитер, конечно, да. Хитер Бабер, да. Ну и белые грозят поставить дамку, обрезать черных по двойнику, поэтому Иван еще сыграл ЖФ4, ну и на ход ЖФ2. Видите, тут АБ4. Белые поставили дамку, и Иван сдался. Да, очень симпатичная партия. Да, по делу, по делу, да, все. Вот как раз это к вопросу о том, что некоторые люди говорят, что не надо знать теорию. Теорию надо знать, чтобы не ошибаться, да, вот. Если бы Иван знал до партии, то закончилась бы партия в ничего. Ну, давай посмотрим интересные варианты тут, как правильно было играть. Как в Матрице, знаете, всю теорию сразу в голову закачать, там, автоматически. Нет, это Джонни Мнемоник, по-моему, был, да. ДЦ7, правильно. Значит, я, да, потом мне сказали... Вместо АБ6, АБ6 проигрывает. АБ6 проигрывает, да, из-за G2 и шансов нет. Да, запомните. Надо играть в ДЦ7. Так, здесь какой вариант сначала? СД2 покажем? СД2 и ЕД2 есть. Давай СД2 сперва у нас со мной, да. Значит, если СД2, здесь на самом деле можно играть и АЖ7, и ДЕ5. Ну, давай ДЕ5 сначала посмотрим. Не, давай АЖ7, который... А, хорошо, ладно. АЖ7. АЖ7, да, лучше играть. Тогда белым надо играть только ЭФ3, ДЕ3 проигрывает из-за ЦБ6. Надо играть ЭФ3, тогда черным только ДЕ5. ДЕ3, ЦБ6, да, и видите, тут не пошевелиться, то есть... На такой ход уже, как тут... БЦ5, видимо, или ДЦ5 даже, да? Ну, да, да. Ну, плохо. А, здесь БЦ5, да. БЦ5, наверное, да. И на ЕФ4, и на ЕФ4 две отдали, 5 побили. Как-то ходить некуда, да. А, ну, за гребущие руки, ладно, покажем. Ну, бывает, да, бывает. За гребущие руки можно показать. Так. Поэтому только ФЕ3. Да, ну, допустим, дальше ДЕ5, ЕФ2. Разменим СЕФ4. Еще такая единственная цепочка. И здесь ДЕ5 сыграть надо. За черных здесь проигрывает ход АБ6. И за ДЕ3. ДЕ3. И на нападение ЕД6 именно ЕФ4. И на БЦ5, ФЕ3. Еще один точный ход. Ну, тут уже не сложно. Ну, и грозит СД4. С выигрышем. Ну, собственно, так оно и заканчивается. Ну, тут уже своей головой, сами думаете, да. Да, ну, тут уже даже. Да, такие дела. Значит. Надо здесь вместо АБ6 играть черным ЕД6. Белый жертвует шашку ФЕ3. Тоже единственный ход. И играем БЦ5. На палец АБ6, допустим. Ну, ФЕ5 тоже дает ничего. Но на палец АБ6, наверное, так попроще. СД6, БЦ5 жертва, ФЕ5, ДЕ3, ЖФ6. Ну, и ничью дает там и СД4, и БЦ5. Ну, дальше, наверное, уже можно не показывать. Да, дальше уже своей головой, да. Все, позиция стабилизировалась. Так, а почему было плохо играть тут ДЕ5? То есть вместо АЖ7 ДЕ5 все-таки ничью мы вот сейчас нашли. Ну, так, наверное, чуть похуже, потому что черных единственная циколька, чтобы играть. Единственная ничья тут, да. Тяжелая. Значит, белые играют БЦ5. СД6 нападать надо. АБ4 тоже закрываться. Точный ход, да. Да, теперь, если, допустим, играть ЕФ4, то ФЖ3. Ну, и там на ДЕ5 же А4 и все, черные проиграли. Ходить некуда. Как бы особо все, да. Поэтому надо играть АЖ7 здесь. ДЕ3. Меняемся ЕФ4. И такой вот прием небольшой. ФЖ3. Тут, кстати, на самом деле и ФЖ3 хочется, и ДЕ5 сыграть, но везде ничья. На ДЕ5, смотрите, красиво. Черные жертвуют шашку. И оказывается, что выигрыша нет. У белых, смотрите, рожон. Лишний рожон. Но только ничья. Удивительная позиция. Как-нибудь еще ДЦ7 отдать, БЦ5 пойти, да. Но там ничего нет. Ничья везде, да. А вот если ФЖ3. Если ФЖ3 бьем на Ф2 сначала. Кстати, обратите внимание, на Ф4 нельзя бить. Там проигрыш, да. Да, на Ф2 перебились. И ДЕ5. Идем ФЕ3. То есть другого нету. И ЕД2. Чтобы хоть как-то пройти. Но на самом деле именно это и дает ничью черным. Белые уже тут вроде все хорошо. Совсем, но же Ф6. Видите, нет размена ЕД6. Приходится только закрываться. Да, ЖАЖ2. То есть хочется вот таким образом поймать дамку. Чтобы на ЦБ2 сейчас пойти ЕД2. И видите, нельзя никуда ставить ни на А1, ни на С1 из-за простых петель. На так так будет. Да. А если так, то так. Ну то же самое, да. Ну практически. Но ничья есть, удивительно. Здесь есть такая прикольная ничья, да, и ФЖ7. Это я, кстати, своей головой нашел, да. Сейчас вот с Иваном анализировали. С1. Ставим дамку. И бить. Ну толком некуда. Да. Если на А4 белые бьют, тогда бьем на С7 и достигаем ничьей. То есть если белые играют на Ф6, обороняемся, поправляем Ф4 и С7. Вот такая идея. А если белые бьют на поле Ж5, тут надо тоже точно побить. То есть проигрывает бой на Б6. Белые просто занимают большую дорогу, затем проводят третью шашку в дамке и выигрывают с помощью боевой позиции. А если белые, допустим, бьют на С7 или Б8, то видите, дамка тут ловится. Такая последняя ловушка. Поэтому в этой позиции правильно бить только на поле А6. Ну и вот здесь уже ничья очевидна. Так, Иван. Да, так, где мы тут остановились-то вообще? Мы рассмотрели ход СД2 в этой позиции, да. А сейчас рассмотрим ход ЕД2. Теперь смотрим ЕД2. Теперь уже наоборот. Здесь все наоборот, да, удивительно. Да, Ж7 проигрывает теперь. Ну тут просто. Даже не очень плохо, а проигрывает. Ну тут просто БС5. Да, ну и нападение просто СБ2, Б3 подошли. И все хорошо у нас стало. Ну тут очевидно, да, ДЕ5 надо. Да, надо ДЕ5. Ну и сводится все к этому вот варианту. Здесь уже ДЕ3, АЖ7, СД2. Ну ЕФ4 назад это мы уже видели. Вот эту позицию вы видели, да. АБ6 еще раз, значит, проигрывает. АЕД6 нет ничего, да. Все кроме ЕД6 проигрывает, кстати, да. Так, ладно, рассмотрели, значит, партию. Следующая партия с призером. Арсением Циновым. Мастер из города Тула. Да, выпал такой дебют. Е3, Д4, А7, Е5. Интересный очень был микроматч. Вот в борьбе первую партию я проиграл, поэтому мне нужно было отыграться срочно. Вот, и у нас... Арсений, то есть, хочу несколько слов сказать. Арсений там обострял. Обоюдный цветнот был. И все-таки удалось Арсению запутать Ивана. Ну да, обошли на обострение, я бы сказал там, да. Да, да, да. А во второй партии Иван победил за счет знаний и за счет красивой комбинации. Давай. Да, в партии было А, Б, А4. Я сыграл Б, А5, пока повторяю первую партию. Б, А3, А, Ж5. Видите, друзья, Е4 тут уже не совсем удачно играть, потому что у черных ослаблен правый фланг и перегружен будет правый, поэтому надо играть А, Ж5. Да, Арсений ставит Б, С5 тоже, как и в первой партии было. Здесь ЦД6 нападение, ну, нецелесообразно, потому что всегда есть костная защита, Эфи3 и ЖФ4. Да, лучший вариант тут, наверное, А, Б2. А, Б2, А, Б3, да, правильно. То есть, БС7, СД6, ну, и вот про что я имею в виду. И вот здесь, по-моему, ФЕ3 и ЖФ4 дает большое преимущество белым, да. То есть, ничья где-то есть там, да, но... Так играть не хочется. Так себе, да. Значит, в партии... Ну, Арсений тут в первый же Ф4 пошел, я пошел же А4 здесь. Более точный ход. Интересная идея, да. ЦБ6, ЕД6. Вроде хочу поменяться назад, но на Б7 делаю выжидательный провоцирующий ход. ЖА6. Размена никуда не убежит. Здесь надо было играть, по-моему, как-то ДЕ3, и после ФЖ5 назад размена, ну, там чуть худшей позиции за белых, но... Ну, не выглядит это привлекательно. Ну, ничья еще достижима. На самом деле, вроде как, тут все хорошо. Ну, Арсений здесь вместо ДЕ3 поменялся же Ф4. А вот это уже, похоже, проигрывает. Ну, еще есть ничья, на самом деле. Да, я сделал ход ЭВ7. А, я вспомнил, да. Да ничь здесь, конечно, никто не догадается. Я уточнение это знал за партии, но надеялся, что Арсений не увидит. Ничь здесь давал ход ФЕ5, жертва шашки и ДЦ5. Просто играть без шашки, и все нормально. Ну, далеко не очевидная ничья, да. Далеко не очевидная. Сложная тема. Вот. Ну, кстати, еще ходы ФЕ3 и ДЕ3 надо проверить. Я там до конца не помню, как и что там именно будет. Ну, ФЕ3, видишь, тут просто прорыв, наверное, будет. Там должны быть прорывы. Там должны быть, да-да-да. То есть, ну, даже так, хотя бы, тут как-то, не знаю. То есть, до конца, да. Хотя тут, в принципе, какая-то жертва есть. Ну, до конца посмотрите, там, кому интересно, да, вот эти вот ходы. Да. То есть, ну, вроде там все плохо тоже у белых. Вот. Ну, в партии было ЦБ2. Ну, и тут можно видео на паузу поставить. Так, 3, 2, 1. Да, поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию заченых. В принципе, несложная, но симпатичная вещь, да. Если знаешь, что тут комбинация, ты ее легко найдешь. А если не знаешь, то не найдешь. Не, ну, можно, можно найти почему-то. Надо успоказывать. На G7 у нас упор, поэтому отдаем DC5, DE7 и FG5. Сбили, бьем 3 шашки и дамке деваться некуда. То есть, на любой ход размен GF6. Если сюда, то сюда. Ну, если туда, то тоже сюда. А если сюда, допустим, то сюда. И давай сейчас еще одно интересное. Поэтому, если не сдался. Одно уточнение покажи. Вот GH2 еще, да. Да, ход GH2. То есть, такой же удар, только с дополнительным пробоем. Вот DC5, DE7 тоже проводим. Если белая игра GH2, видите, тогда такой удар выигрывает. И здесь промежуточный бой. И здесь важно побить на поле G3 сперва, да. И черный клеток ты выиграешь. Красивая партия. Тебе слово, да, получается. Ну, еще одну позицию хочу показать из Эншпиля. Белыми играл мастер Рамазон Худой Назаров из Узбекистана. А, вернее, черными играл Рамазон Худой Назаров. А белыми гроссмейстер Сергей Калинов. Ну, с переменой цвета для лучшего восприятия. Получился вот такой Эншпиль. У черных проигранная позиция. Но выигрыш еще за белых не так очевиден. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Очень симпатичные варианты. Полезно запомнить. Значит, у черных есть три хода. На поле F8. Ой, на поле C1, на поле F8 и, допустим, на поле B4. Давайте рассмотрим их все по очереди. Если черные ходят на поле C1, тогда белые проводят вот такую несложную комбинацию. Сюда, FG3 и Fe5. Ну, и белые побеждают. Это понятно. Если черные, допустим, ходят на поле B4, тогда здесь тоже комбинация, но уже несколько иная. Отдаем. Так, подожди. А тут правильно я показывал? Ваня, не помнишь? Здесь-то есть на B4 пойти. Да, подожди. Так, да, все правильно. FG3 и D на H8. А, и D на H8. Да, да, да. Именно вот таким образом. Сюда, 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 сюда. Ну и просто обрезали и выиграли. Ну так, так. Так. Ну и последний возможный ход, допустим, на поле F8. Ну, на поле E7 то же самое будет, видите? Только на A1 скотчем, да. Только на A1 или B2, да. С двумя дамками мы сильно играем. Ну да. Сюда и выиграем. Так, поэтому единственный ход у черных на F8. А тут выигрывает такой тонкий ход на поле A7. То есть, видите, на поле A3 снова нельзя играть, да? Так. Наверное. Наверное. Я ТТ-шпер особо не... Подожди, а если на A3 куда ходить? Так. 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 Что-то я не помню. Ну вот если на поле D6 черные нападают, тогда белые проводят вот такую комбинацию. Отдают, значит... FG3, наверное, да? Сюда. И D на A1, по-моему. И... Нет. Нет, нет, нет. Почему? Все проходит же. А, да, по-моему, D на A1. И куда не бьешь, везде проиграно. То есть, если бить дамкой, просто подождали и 3 сняли. Так, а если, допустим, бить шашкой, тогда бьем вот в эту сторону именно. Так. Так. Так, и последний вариант. Если черные здесь все-таки играют на A3, тогда тут выигрывает вот такая комбинация. А, вот вспомнил. На B4 ты хотел показать, наверное. Вот. Вот это. Сюда. И сюда. А, ну либо на A3, либо на B4. Нет, подожди, неправильно показываю. Нет, тут... Так шашкой побьют. Именно A на C5. Да, вот именно таким образом. Очень красивая штука. Что на A3, что на B4? Найдена международным гроссмейстером Евгением Кондриченко. Да, показал мне ее. Ну, я с вами поделился. Вот, друзья, такие интересные партии были на этом турнире. В турнире, кстати, участвовало по русским шашкам более 200 человек. Еще раз выражаю благодарность организаторам турнира, международному гроссмейстеру Роману Щукину и мастеру Анастасии Архангельской. Если хотите участвовать в турнирах и подтянуть мастерство, подписывайтесь на группу ВКонтакте Академия интеллектуальных игр. Всем спасибо. До свидания. Еще раз поздравляю победителей турнира Евгения Кондриченко, Ивана Смуркова и Арсения Ценова. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной русской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова